День пожилого человека это добрый и светлый праздник, который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. В селе Денисовка Дом культуры распахнул свои двери для встречи с мудрым поколением, чтобы охватить вниманием в этот день каждого пенсионера. Поздравляю вас с Международным Днем пожилых людей. Почтительное отношение к старшим, уважение к их мудрости и жизненному опыту – особая черта казахстанского народа. И мы всегда выражаем свою любовь, уважение и признательность представителям старшего поколения. Всех гостей праздника порадовали концертные программы. В этот день со сцены звучали душевные песни. Рецепт «Лекарство от старости» в виде стихотворения подарила всем взрослым юная Арина Аспанова, учащаяся первой средней школы. Жаль, что про чудо-лекарство мамы не знают пока. Но не беда, слава Богу, вместо чудесных затей взрослым придут на подмогу смех и улыбки детей. Не надо прыгать и бегать, не надо затеивать что-то, надо просто смотреть на улыбки и счастье детей. У меня из дома Азека и Аташка, они уже пенсионеры. Я им тоже желаю счастья, здоровья и благополучия. После торжественной части всех бабушек и дедушек ожидал обед, который продолжал сопровождаться теплыми словами в адрес пожилых. Дорогие земляки и землячки, хочу вас поздравить с таким знаменательным праздником, как День пожилых. Почаще бы их собиралось, побольше бы общались. Вот это наша была радость. У всех в этот день было только хорошее настроение. Праздник очень понравился. Приветствую всех. Спасибо большое, что не забыли пожилых людей. Праздник очень, очень такой близко к сердцу. Я даже слезы пролила. Такие слова сказанные. Ну, в общем, спасибо вам за все, что вы так помните нас, стариков. Всего в Денисовском районе 2670 пенсионеров. Никто в этот день без внимания не остался. В преддверии праздника в честь людей старшего поколения во всех организациях села поздравляли пожилых. Вручали подарки в виде продуктовых пакетов, муки и зерноотходов. А в школах были проведены праздничные концерты. Елена Щегельская, Ярослава Богатырева, РТН, Денисовский район. Присодействие телекомпании «Акцент».